Наш Данил выписал посылку себе. Вернее, пришла посылка, а в ней то, что наш Данил выписал. Я уже разрезала. О-о-о! Упакована как. Одна коробка. Вторая коробка. Что так? Что он нам выписал? Вот это упаковали. Берется с ним и все что-ли. Да? Руками не рвется? Попробуем. Сюда. Вот сертификат. Вот видите, какой. Аупинтик. Какие хорошенькие. Что-то они нездоровые. Красавки. Красавки. Какие красивые. Серебристые. Осторожно. Сейчас баба тебе... Зачем ты мама оторвала? Надо померить сначала. Вдруг ему не это. Поменять что? Не, ну я вижу, что нормальные. Вот еще. Вот такие. Это пока не на траве. Помери. Так. Сколько они стоят? 120 тысяч вон? 120 тысяч вон. Это 90 долларов. 90, да? О, ну такие легкие. И такие маркие. Нет, вот, кстати, в Южной Корее в белом ходишь. Долго не мараются, да? Не пачкаются. Пыли нет. А, туда я заглядываю, а там как туннель, слушай, просвечивает сквозь вот эти вот дырочки. А, здесь сетка, да? Ну-ка, дай хорошо. Снимай. У вас сколько стоят вот такие нью балансы? Ну, это дорого, по-моему, да? Не знаю. Почему дорого? Слушай, а давай на Казахстан все переведем. Ну, сколько это будет? Один доллар в Казахстане стоит 400 с чем-то. Почти 500 тенге. 450, наверное, да? Ну. Как раз? Угу. Че? Да, еще ищи. Ну, ничего, с носком. А ты без носка меряешь. Ну-ка. Нет, нормально нормально. Ну, они такие, вроде бы, летние, но почему-то мощные, да? А так нога дышит прямо там. Зачем вы оторвали? Зачем вы оторвали, говорит? А мы на место прицепим. Нет, как ты прицепишь? Надо хорошо еще раз померить. В общем, это с сайта можно заказать. И два дня, да, они шли где-то. А, вот они, цена, 119. Ну, мы округлили. 119, 120, да. Сделано во Вьетнаме. В Вьетнаме? Вьетнам шьет. Так, сейчас еще он вторую давай померит. Добрый день, дорогие друзья. В супермаркетах. В супермаркетах. И вот потому, как раньше мы не могли в любое время съездить, ну, не было машины. А сейчас вот в рабочее время поехали и это, приобрели вот эти товары. Вот посмотрите вот на вот этот весь товар. Вот он весь представлен. И я, сейчас я вам скажу, что вот этот весь товар куплен где-то на 80 долларов. 113 тысяч вон. Сейчас мы вам, в общем, по очереди покажем. Просто ассортимент, да. Может быть, вам будет интересно, в каком ассортименте представлен этот товар. Этот ноу-бренд, знаете, там и продукты. Даже я видела там эти домашние приборы какие-то, посуда, одежда. Бытовая химия. Бытовая химия, да. Вот давайте мы начнем с этого вот, с этой вещи, которую надо... Да, ее надо сразу убрать в морозилку. Это, посмотрите, какая красивая клубника. Но она здесь не только на картинке красивая. Сейчас я вот так вот чуть-чуть ее вот сюда высыплю в окошечко. Видите? Отборная, почищенная. Здесь она тоже очень красивая. Ну, предстоит нам работать. Причем безо льда, видишь, значит, не была разморожена. И она, причем, вот эти вот чашелистики зелененькие все очищены. Кира, пожалуйста, в морозилку сунь. Так, мы что будем делать с ней? Мы, я не знаю, с папой посоветуйся, если он... Дань в логотворение. Да, может быть, варенье сварим. Вот. Я сейчас скажу, я помню цену, полтора килограмма. Полтора килограмма. Она стоит девять с чем-то. Даже десяти тысяч нет. Семь долларов. Семь долларов. Да, где-то семь долларов. Ну, я считаю, что это нормально, да? Ага, нормально, конечно. Продукт оф Перу. Ужас! Из Перу тащат сюда. Когда своей клубники полно. Не, ну это вот... Они чем руководствуются, я не знаю. Может быть, дешевле там намного? Да? Ну, очень красивая, конечно. Вот если вот так вот просто... Дель анде алементус. Вот так вот сфотографируем, вот так, да? Очень красивый продукт, конечно. Ну, посмотрим на вкус, какой он. Ну-ка, давай я сейчас... Давайте вы сейчас... Вот это оторвим вам. Что нам? Мы все равно же ее будем вскрывать. Ага. Вот. И как раз проверим. Не верит моя дочь. Нет, я посмотрела через этот, но... Ой, какая отборная. Посмотрите, друзья. А запах какой пошел. Надо папе дать. Она твердая. Вот. Прямо как ледяшки. Да? Угу. Ага. Запах хороший. Подожди-ка, надо... Теперь зип. Нет, давай мы закроем. Потом будем наслаждаться. Без зрителей. Может быть, варенье чуть-чуть сварить? Да. Папа же не может без этого варенья. Давай, вот сюда. Какая красота. Может, нечетая. Угу. Недорогая. Там были еще замороженные вот это блюберри. Голубика, да? Отдельно. И было микс. Там клубника, еще какие-то ягоди. Ассорти. Ассорти, да. Итак, что еще? У нас здесь, подожди-ка, сейчас. На столе. Столько я вытащусь. Тот требует быстренько в холодильник поместить. Ничего больше не требует. А, ничего такого, да? Ну, какая бабушка сварухая. Чтобы убрать тоже. Это тоже. Ну, вот это, представьте себе, вот эти вот носки. А сколько там? Тоже в новом бренде. Здесь 10 пар. 5 серых, 5, наверное, белых, да? 1, 2, 3, 4, 5. Точно, да? Ну вот. Стоят они 6 тысяч. 6 тысяч? Это очень недорого. Вот 6 тысяч разделить на 10. Сколько это? Одна пара выходит. Да, получается 0,6 вона. А это получается меньше доллара. Намного причем, да? Качество очень хорошее. Это вот как раз летний вариант. Они тоненькие. Тонкий-тонкий этот трикотаж. А почему ты, Кира, не выбыла, чтобы были серые и серые? Нет, он именно белые хотел. Мы хотели белые-белые, чтобы было. Отбеливать каждый раз их. Чунгук. Китай. А, подожди, как качество здесь? Что не написано? Полиуретан, полиэстер и хлопок. Вот хлопок, полиэстер и полиуретан. Господи. Ну вот. Недорого, короче. Да, ну они такие дешевые, действительно. Да, 10 поров. Покупать там, подсирал. Пожелтели, можно выкинуть их. Не жалко. Что-то не жалко, конечно. Так, сюда я уберу все. Так, дальше. Мне не терпится узнать, что это такое. Какая баночка. Я такая любительница всех баночек. Вот обязательно мы сюда, обязательно что-нибудь используем эту баночку. Вот я из-за этого и купила. Это какие-то карамельные, со вкусом карамели, что ли? Печеньки. И лайма. Да, лайм и карамель. Вот нарисовано печенье. Давай откроем. Тиоль, кубки с печеньки это. Это датский, Денмарк. Запечатанный. А как вот, попробуй распечатать. Давай я. Здесь где-то должна быть перфорированная вот такой край. Или вот здесь. Вот, вот. Ой, как два колхозника. Сейчас я выключусь. Все, вскрыли внешнюю вот эту оболочку полиэтиленовую, да? А, вот какие печеньки песочные. Запах есть лайма и карамели? Ваниль. Ой, как пахнет. Да. Ну, вот такая упаковка. Может, они не столько вкусные, сколько... С добавлением чего-то, посмотрите. Да? Карамель, да. В один ряд. Можно я... Четыре печенья в одной этой. Мон, что ты крошишь? Вкусно? Вкусненькие, сладкие-сладкие. Так. Вот такие печеньки. Как они упаковывают красиво? Вот молодцы. 150 грамм всего. Но они недорогие. 3000 вон. 3000 вон это сколько? За одну баночку. 3000 вон это два... Чуть-чуть два с лишним доллара. Вот такое. Это мы начали... Давай все, что к чаю. Да. Ну, вот эти наши очень любимые. Кстати, у нас в Казахстане они тоже продаются во всяких видах. Бледно-серые, с начинками, с разными. Это ванилла, а это чиз. Сырный, это ванильный. Сырный, да. Это ванильный. Тысячу с копейками стоит. Не долго, да? Меньше доллара даже. Ну, они от цвета даже одинаковые. Теперь посмотрите, вот еще что. Это тоже сейчас... Бисквитный какой-то ролик. Тиро считает. Это что-то такое... Давай откроем. Сорт. Вот тут это. Клубничное. Вот в клубнике нарисовано. Не будем открывать. Или откроем? Нет, не надо. Я все равно нам кушаю. Вот это покажем вот так. Все равно открывать. Клубничное. Ну, потом откроем. Так? Ну, людям же интересно. Что я хочу сказать? Что сейчас у нас начался сезон дождей. Жарко очень. Душно. И Кира не хочет, чтобы я ни хлеб пекла, ни к чаю, ничего. Печеньки. И она говорит, ой, лучше пойдем купим. Благо, что здесь ассортимент очень широкий. Можно пойти всего набрать. Вот это я хочу добавить. Вот это было по скидке. Значит, они стоили, этот кекс, рулет стоил, сейчас скажу, где-то 14, что ли, тысяч. Вон. А мы взяли за 8. Почему? Потому что вот эти коробки, видите, помятые. И вот здесь вот что-то, да, к чему-то приклеилось. И они сразу, видите, раз его уценяют. Ну и что? А нам зачем? Нам же все равно это выкидывать. Вот еще один вид. Это тоже печеньки. Это кофе. Посмотрите, какие. Тоненькие, тоненькие, хорошие. Не будем скрывать. Не знаю, можно вскрыть, если нет. Вот, видно же. Жалко все вскрывать. Все равно мы будем кушать. Наверное, все запечатано. Ну, конечно. Не тут-то было. Как они любят это запечатывать? Ну, поверим им на картинку, вот, что вот такие. Не будем скрывать. Потому что это все надо потом съесть. Ой, это увлажняется. Друзья, знаете, хочу сказать, я у вас на глазах откусила, отломила вот эта печенька, да? После вкуса во рту такое прям приятное-приятное. Ну, вот кто в Южной Корее, вот эту я, кстати, не видела. Это, может, новинка, что ли? Или мы просто не замечали. Раньше я не видела. Очень. Прям вот такое приятное-приятное. Ну, вот эти. Сделано в Дании. Дании? В 1967 году. Куда только не везут, да? Ну, эти вы знаете. Это вот ты любишь такие, да? Да, мы любим эти вафельки такие. Ну, это другие, не как у тебя. А, с соленым маслом. Вот написано соленое масло. Видите, вот они, рваные вот эти края, вот эти, именно вот этот вид вот этих вафель, вот так они выглядят. С гималайской розовой солью написано, видишь? Гималайская розовая соль. А кто это производит? Да, они потому что отсыреют. Сейчас я посмотрю производство. О, господи. Кто их делает? Я не вижу. Корея. Может быть, Корея. Ну, бренд вот написано. Нет, они где-то, видимо, закупают, и под своим вот этим но-брендом... Не вижу я. Не вижу. Наверное, корейские, может быть. А здесь... Кто знает, друзья? Ну, вообще-то, эти вот вафельки, которые по-другому упакованы, они же корейские. Ну, это совсем другие. Это не те. Просто вид-то одинаковый. Так, что еще у нас из печеного? Давай, коляй. Посмотрите, какой в Корее хлеб пекут. Мне он совершенно не нравится. А эту упаковку я первый раз керамирую. Мам, сейчас тебе опять понапишут. Вчера он понаписали. Вы что, с деревни? С какой? С деревни, да. Мы с деревни. Мы не видели такого. Там жили и мы не видели. Вот это что-то не видела, такие зажимы? Я-то не видела. О, как хорошо кажется. Вот это. Он закрытый, не надо его. В общем, это хлеб цельнозерновой. Вот видите, он такого грубого помола. И он мягкий. И он с добавлением каких-то, по-моему, еще вот здесь вот тыквенные семена. Да? Или это подсолнечник. Вот тыква, по-моему, тыквенные семена. Прямо видно. А вот этот воин почему тут нарисован? Наверное, будешь сильным таким, как этот воин, да? Супер софт, супер мягкий. Уже он порезанный. Упаковка какая интересная вот эта. Зажим, вернее, очень интересный. О, а что я вот так буду зажимать его, что ли? Вот так поела. Потом вот так раз, раз, раз. О, посмотри, Кира, как хорошо. Он вот так собирается. Вот так в оборку. Мам, ты точно как будто, блин, с деревни. Я никогда не видела. Ты что, не видела такие зажимы? Нет, никогда не. Вот первый раз я вижу такое. Ну, потому что, знаете, друзья, мы же, как мама приехали, она сразу стала хлеб печь. Мы очень редко покупаем. Вот такой мы вообще не покупали. О, видишь, я точно привела в первоначальный вид. Ну, всё, давайте дальше. А то сейчас и так надоело уже. К чаю что? Больше ничего к чаю нету, да? Ну, чайная тема кончилась. Нет, вот это тоже на завтрак мы взяли. Ну, это колбаса киевская, да? Киевская. Килбаса. Килбаса я читаю. Покажи людям. Вот видите как? Раньше вообще в Корее не найти было вот таких колбасных изделий. Да, точно. И вот они наши, видимо, понаехали тут и с Европы многие, ну, с других стран. И вот они стали делать вот такой килбаса. Видите, написано? Чеха такие, да? Вот эта колбаса похожа на какую нашу? Польская. Краковская. Вот, на краковскую похожа. Я забыла. Да. Она и по размеру вот такая вот закрученная. Вот по-корейски тоже написано, видите? Килбаса. А, уже все знают. Вот, видите, буква А. Палочка. И направо черточка. Все, все, все. Вот, килбаса. Из мяса свинины. Она стоит около шести тысяч. Шесть с копейками тоже. Ну, здесь мало, правда. Если вы внимательные подписчики. Да, везде но бренд. Везде, видите, написано но бренд. Если вы внимательные подписчики. Я как учительница. Ну, никак, мама. Есть не членки, которые внимательно слушают, а есть, которые тяп-ляп слушают. Те, которые внимательно слушают, те хорошо учатся. Посмотрите, вот опять. Мам, ну хватит как в школе. Показывай товар. Что ты это показываешь? Это вот крабовые палочки, да? Здесь они очень вкусные. Я не знаю, раньше, помнишь, мы делали, у нас покупали. И говорили, что там всякую ерунду они кладут. И, в общем, я, например, так к ним относилась. С недоверием. А вот здесь, в Южной Корее, почему-то они такие сочные. Как настоящее мясо краба. Крабовые палочки. А вот из чего они прыгают? Ну, конечно, здесь, да. Состав, наверное, тоже. Всякие рыбные эти. Неликвиды. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, что-то догель. Нет, переводить надо. Ну, ладно. Я так не могу, ага. Вот главное написано, вот краб. Вот краб написано. Главное. Главное написать. Вот они даже, видите, такие мягкие, вот видно. Нежное, нежное вот такое вот мясо, как бы. А что мы будем, салат будем делать? Или просто можно? Данька вообще просто ест. Вот на завтрак. Нет, на завтрак прям с хлебом, да, с бутербродом, с маслом. Нам тоже надо тогда попробовать. И вы тоже будете, конечно. Следующий ноу-бренд. Посмотрите, опять ноу-бренд написано. И это что у нас? Бекон. Это бекон нарезанный тоже. Аппетитный, конечно. Попробуем. Сколько граммов? 300 граммов стоит он, по-моему, 3 с чем-то. Недорогой, совсем недорогой. Срок годности тут тоже указан. Хороший. Тоже на завтрак. Попакован, да. Вот утром встанешь и не знаешь, что, блин, готовить. Так, ну, яйца, это понятное дело. Яйца 6900 или 6700? Ну, не дешевые. Не дешевые? Нет, не дешевые из-за того, что у нового бренда. Теперь, ну, вот это, знаете, что это тофу. Вот так вот он продается. В воде здесь жидкость. Две штуки сразу. Вообще дешевые. Три, три с половиной, что ли, тысячи. Вон вот эта вот большая, двойная. Можно тоже и в сыром, и в супы можно, жарить можно. Все можно. Так. Поехали. А, ну, вот так отдельно можно отрезать, чтобы большую не вскрывать сразу. Даже ножницы вот нарисованы. О, Господи. Да. Так. Поехали дальше. Кира, а что это? А, это же. Это тоже взяли рамен. Иногда охота. Особенно сейчас, когда варить такая жара не хочется. Давай рассуну. А что? Вот и вот как раз-таки ничего там нет. Такая же, такой же рисунок как там. Мам, не шурши, там все слышно. Это рамен. Поверни-ка. Вот так, пускай стоит. Это рамен хемуль. Хемуль это по-корейски морепродукты. Вот. Вот написано хемуль рамен. Кто знает букву Лида? Л. Вот она как двойка. И буква А. Ра. М. Ким. Видите квадратик? Ты уже вам должна читать, если что. Голову не подписчику. Короче, нет, я хочу сказать, что здесь написано. И вот на рисунке нарисованы вот креветки, крабы. То есть это рамен со вкусом морепродуктов. Пять штук. Не помнится. Ну, недорого тоже. Этот рамен, который нужно варить именно. Потому что есть рамен, который в стаканчиках, да, или в чашках. Просто кипятком заливаешь. А этот, ну, тоже можно, но лучше сварить. Вот, видите, нарисовано на огне. Здесь вот такие квадратная лапша. Две добавки. И вот варишь на огне. Там этих раменов, боже мой. Целая полка. Так, дальше пошли. Вот эти будут точно кислые. Нет. Течу, они вкусные. Вот такие у нас помидоры, видите. Нет нормальных помидор. Крупные тоже есть. Есть, но они невкусные. Они вообще деревянные. Здесь хоть запах есть томатов. Килограмм мы взяли за 6 с копейками. Что-то все 6 с копейками. Мы в Казахстане в последнее время тоже как-то все время гонялись за помидорами, которые назывались Черный принц. Вот они были самые вкусные. А здесь вообще такого нет. А вот эти красные уже все нам не так нравились. А здесь вот эти вот тоже продают Черный принц. Но они очень дорогие. Редко-редко, но я видела. А в основном, конечно, вот такие упаковывают вот эти. А, это как черри называется. Да, это упаковывают. Так. Теперь посмотрите, вот зачем такое молоко купили, а? Лишние деньги платили за упаковку. Нет. Оно знаешь, сколько стоит? Оно стоит литр, да? Тут 2,3, 2,3. Ой, какой литр? Сколько здесь? 2,3 тут. Тем более, оно стоит 3,5 тысячи. Что-то вообще дешево. Вообще дешево, я же тебе говорю. Ну ладно, тогда другое дело. И вот это очень удобно, чем в этой бумажке. Конечно, я считаю... Ты же хотела кефир сделать. Мы хотим всю окружку сделать, у нас редиски нет. Да. Ой, блин, наказание редиски нет. Дальше, Кира. Так, это Даня себе взял напитки, как всегда. Без этого он никак не может. Но они, по-моему, дешевые очень. Вот это Apple, а это... Персик. Персик? Ага. Вот он, персик красивый. Я не знаю, сколько, Даня, к эти цены? Две тысячи? По две тысячи, совсем дешево тоже. Совсем дешево? Попробуем и это. И взяли вот мы опять рис. Капец, блин. Десять килограмм упаковка, десятикилограммовая. Видно, да, что там десять килограмм? Да. Вот. Рис, вот он. Ну, хочу сказать, что здесь без это... Ну, вроде ничего на них, да? Без опаски можно брать любой рис. Единственное, что может быть, клейковина больше, либо меньше. Чем больше клейковина, тем дороже рис, да? Угу. Ну, нам все равно. Ничего же, вот, в окошке посмотрите. Нормальный? Нормальный. Главное, нет. Чистый. Две синие. Двадцать девять тысяч стоят. Десять килограммов, двадцать девять тысяч. Вот целый. Двадцать девять тысяч. А это двадцать на тысяча четыреста. Мама, ну открой, не слышно тебя. Сейчас доллар тысяча триста, почти тысяча четыреста. Это что получается? Двадцать долларов. Двадцать девять тысяч, вон, двадцать долларов? Двадцать девять, да. Разделить двадцать девять на... Мне кажется, больше. ...на тысяча четыреста. Да, двадцать долларов. Двадцать долларов, да. Ну, нам на сколько хватает 10 килограммов? Не знаю. Посмотрим. И вот, друзья, я ещё оглядываюсь. Что я хочу сказать вам. Я решила для себя, что каждый раз мы вот это покупаем всё, перерабатываем, съедаем. Перерабатываем. И взятки, как говорится. В унитаз перерабатываем. Да, да. Я решила. Тем более сейчас у нас начало месяца. Вчера я была в магазине. Взяла, посмотрите. Если вы посмотрите сюда. Вот ты действительно голову забиваешь. Вчера я была в магазине. Вот было вчера, второе число. И видите, 6 тысяч вон. Я вчера взяла лук и вот такие маленькие лепешки за полторы тысячи. Я теперь все покупки буду вот в этот календарь записывать. И к концу месяца я хочу подвести итоги. Сколько мы затратим. Тем более, подписчики некоторые спрашивали, а сколько у вас вообще на месяц уходит всё. Мы тогда вот на питание сколько ушло? За квартиру сколько у нас? За эти... За газ, за свет, за ком услуги. И тогда мы точно можем сказать вам, Мы уже считали и снимали. А я хочу ещё точнее посчитать. Итак, сегодня третье число. Кира говорит, что она потратила сто... Тринадцать тысяч с копейками. Ну, я не помню. Тринадцать тысяч. Ну, копейки, ладно, округлим. Простим. Теперь посмотрите. Создатели календаря как будто это место для меня оставили вот тут. Вот тут сверху. Вот я буду вот сюда записывать. А что мне? Мне не тяжело. Ну, хорошо. А что это даст? А это даст, во-первых, Цены дешевле будут. Проанализировать. Цены дешевле не будут. Где нам экономить? На чём нам экономить? Зачем вам экономить, мам? Вот ты сейчас, например, очень жарко у нас, да? Ты вот не разрешаешь мне хлеб печь. Ну, потому что жарко. Да. Вот, видишь, ты уже начинаешь каким-то образом экономить, потому что за кондиционер придётся... Не, я не экономлю. Экономишь? Я... Чтобы в квартире было не жарко. Зачем экономить? Понятно. Хлеб-то надо всё равно кушать. Да. Ну, и недорого. Я так считаю. А что тут плохого? Я ничего плохого не делаю. Нет, ну, я просто считаю, что это бессмысленно. Всё равно, сколько мы бы не писали, мы будем тратить столько, сколько нужно. А мне интересно... И никто урезать не собирается. У меня спортивный интерес. Ой... Это у тебя, мам, пережитки. Пускай. Пережитки. Пускай. Итак, дорогие друзья, много мы купили, да? Да, нам... Да, это дребедень всякая. Это больше всё вот такое вот, которое... Я на завтрак купила, потому что чай же вы пьёте каждый божий день. Три раза в день. И рис. Остальное всё такое. Внимательные подписчики уже, наверное, заметили, что мы сейчас рецепты перестали снимать, да? И хлеб перестали печь. Внимательные подписчики заметили, что мы уже несколько раз брали в Париж багетти, вот эти багеты, которые нам вот там нарезают, потому что жарко. Ну, Кира жалеет меня, конечно, чтобы и себя тоже, чтобы им не дышать. Очень жарко от этой... Фу, невозможно от этой печи. Без кондиционера вообще невозможно жить в квартире в сезон дождей. Вот такие наши покупки. Порадуйтесь вместе с нами. Опять порадуйтесь. Где-то позавидуйте. Мы... Мам, ну зачем завидовать? Ну, кто-то, может, позавидует, а кто-то позворадствует. А кто-то позворадствует. А кто-то позворадствует. Показывать, чтобы люди завидовали. Черт и что. Мы показываем просто ассортимент, который, может быть, в других странах другое что-то. Вот, например, вот такой рамен в Корее. Ну, и есть сейчас тоже в других странах, но у нас цены совсем другие, да. что-то есть то, что там нет у них. Поэтому вот это интересно. Зачем показывать, чтобы завидовали? Сейчас тебе понапишут опять. Нет, я это в шутку сказала. Ага, в шутку. Нет. Кто-то порадуется вместе с нами. Ну, ладно. Все, убираемся давайте. На этом пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.